это петболь сожрать хочет сожрать хочет офигеть друзья вот женщина завела я горит уже устала со стороны просто смотрел он там собака сначала впереди нас прошла она также ли бурно реагировала длина нельзя веточки грызть я вижу что она ничего не может сделать но это не амстав это метис какой-то него пушистый хвост как у дворняжки пошли вот и в общем женщина не знаю что делать как с ним справиться хихиха ха есть смешно ну хоть в наморники это хорошо на строгаче в наморнике все дела чтобы если вдруг сорвется а он легко может из ошейника вырваться если вот так будет дергаться может кого-нибудь это прижать джина ты еще не нагулялась а ты тебе палочки надо пожевать все пошли домой хватит гулять папку уже устал папка кушать хочет сейчас магазин пойду мороженого как возьму ведерко и буду кушать а потом тебя покормлю мяской пошли все бросить эту палочку зинка вот так вот друзья мы уже часа два а а может и больше гуляем джипитбуль вот никак не нагуляется все и мало ты блин джинка дернула меня папа чуть не улетел это вот про после вот вот это того что я насмотрюсь вот так на прогулках вот таких вот стаффордов и вы мне потом говорите что моя джина агрессивная бен вы реально еще агрессивных собак наверно не видели а если вы считаете что джина агрессивно вы реально не видели агрессивных фитбулей когда бы увидели вы бы охранили бы сказали бы что джина вообще боже адуванчик по сравнению с ними вот это вот собака да она неуправляемая агрессивная на снова магазин открылся красиво нам надо мороженое где у нас мороженое ну вот молодцы обновили в общем этот магазин был такой весь старый вонючих они здесь все закрыли и где-то за месяц все новое сюда поставили эти полки холодильнике все новое где у нас мороженое нашел вот такой огромный килограммовая коробка из коренновки хочется побольше тут все мелкая какой-то это я уже пробовал и лески ну там мало мне не хватит нет килограммчик огромная курица больше чем я размерами яички вот такие по ходу скоро пасха я не знал забыл это у нас дворец культуры здесь в общем эти всякие спектакли концерты сейчас заедем на горочку вверх и друзья как я люблю на велике кататься сейчас вышел из дома час 10 утра поеду магазин кое-что надо взять я прям еду сел на велике кайфую погода супер вы посмотрите солнце светит на велик сил погнал туда яички стоять цветы цветут офигеть красота кто какая вот а а ведь как красиво и там смотрите тоже парке цветут розовые такие очень яркие и прям настроением поднимают хорошо придумали а это наш бизнес-центр а это префектура зеленоградская он девушка собака это вот лесопедист а вон этот чувак бежит смотрите помните про него рассказывал вам который живет на улице он там палатки и зимой и летом и у давно не видел кстати смотрите опять бегает а вот этот чувак у него такой вот сила духа он живет на улице но он при этом смотрите он спортсмен офигеть в туннель заезжаем жух и вид папка едет всем привет наушниках наушниках не слышит пожарные машины походу где-то у нас пожар блин ну ты встал дружок как мы проедем ни туда ни сюда здесь собака по здесь проеду одной рукой друзья второй контент снимаю и собак здесь много в этом районе девушки какие собаки салюки походу это худая а это 2 не знаю что за борода проезжал просто мимо смотрю люди кормят голубей и вспомнил что вчера на стриме я пообещал покормить голубей так что я сейчас тоже буду кормить друзья куда идти а я хотел покормить я а я семочек взял смотрю одного голубя но он пропал как пропал я его хотела поймать не поймала а вы что в лицо всех знаете может он наелся перьев походу они сытые голуби то а чё то они пшеницу вашу не едят смотрите как они хотят эти семечки любят да а это перловка друзья взял он семочек целый пакет да они наверно полезней а как они они вкуснее распределяют да ничего себе какие умные голуби да они прям не хотят есть я смотрю что они вон все сидят зажрались я думаю здесь их нормально кормят не русский надо кормить конечно а я люблю голубей у меня раньше были домашние голуби я держал и поэтому люблю девочки а их так не определишь надо внешне смотреть нема девочки тоже куда сахтят воркуют а у вас есть голубь один подыхал я подобрала а он у меня выжил а вам зачем знать мальчик это или девочка это я думала что это девочка это мальчик хотя один откуда другой через несколько домов а если это мальчик а сегодня смотрел куда начал их вот девочки тоже куда все время сидел вот девочку работал не куда хтал сидел все ну урчал недовольны что это не бывает прям ручные вот можно с рук кормить а эти за шуганые я смотрю какой хорош а вы каждый день кормите часто да раньше не кормила раньше только когда приходила за перловкой на следующий день купить покормить а теперь смотрю мало их кормят не хлеб тоже можно сухарики можно не нет семечки с удовольствием и что еще такие черные какой праздник то у вас а да ну чё сегодня праздник пускай никто же праздник будет а он тот хлеб они вон не хотят есть ну да пускай у них желудок работает прям друг на друга ехай какие не глаза красивые да вот сел сел на на своего друга прям сел это мне вчера попросили горт увидишь птиц вот эти головы покорми да а я сейчас просто еду на велике смотрю люди кормят дума блин и вспомнила так бы забыл бы да бывают но ничего так ваш семечек уже не осталось да все вы только посмотрите что папка себе приготовил хлебушек черный с маслечком а это на свининка отварная ммм 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 мм мм я надеюсь вон там один других собак нету увидела увидела и этот увидел вот он глаза 100 вот он глазастый середина она поняла кто это она даже не бежит иди гулять давай гулять дина иди поймай альфа поймай сразу к хозяину но она знает этого альпа видите кобель кстати крупный кавель джин а ну-ка не прыгай крупный кобель и он вообще не интересен смотри хозяину подошла она сари даже к нему не подошла он не очень интересен моя любовница ну давай если чем есть мы в парке будем мы туда пойдем на той стороне ну да сегодня хорош погода поэтому давай давай джина где альф где альф где альф цари она даже не не бегать за ним молодец джина пошли гулять пошли вот он друзья вы говорите бешеная джина и даже собаки не нужны а тех кого она не знает она просто приветствует просто так вот да своеобразно а те кто залупается она не любит таких альф вообще спокойный кобель поэтому она с ним нормально вот есть у джины собаки которых она но вообще никак не воспринимает и мелкие есть и крупные есть просто даже вот может мимо пройти хоть то будет ее на нее облаивать вообще хочу хоть сделать я не знаю вот на каком-то вот она подсознательном уровне что ли вот одних вот не воспринимает а других вообще параллельно ой одних не воспринимает а друг на других вообще а горится к примеру да при первой встрече как служинка такая выборочно с собаками кто-то в комментариях писал горчат у вас в парке народу нифига нету посмотрите просто немерено везде каждый 10 метров кто-то идет но это еще что-то мало все разбежать вот посмотрите по он той дорожке все идут как будто там метро открыли сейчас вниз спустимся он там тоже много народу быть потому что не суббота погода хорошая выходные здесь много народу и в хорошего года в будние дни почти никого нет особенно по утрам вы чё гимнасты что ли давай мелкие спирты джина ты ты тоже хочешь паркуром позаниматься ничего себе джина ты хочу орешь тихо 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 но если у вас собаки послушные можно вот на полянках отпускать на полянках никто не тусуется там в основном только собачники могут играться так сегодня у нас пельмени вот такие 800 грамм я как обычно пол пачки сразу себе заваривать и будем пробовать да джиночка я варил себе мяско свиное такой вкусный наваристый бульон остался чтобы его не выливать решил в нем сварить пельмени джинка тут как тут пришло сразу джина ты тоже пришла дегустировать да не тебе не дам вкусные пельмени я уже попробовал ничего особенного пельмени как пельмени я вот предыдущий тоже несколько других пачек брал не могу выделить но эти вот более вкуснее потому что эти я варил на свином бульоне а те чисто обычной воде поэтому эти наверно покуснее а так пельмени как пельмени хотя там написано что куриное мясо чувствуется что мясо куриное те я брал там чувствуется было другое мясо блин друзья там собака бегает прям по льду она только что уже один раз провалилась охренеть за ней мужик хотел поплыть смотрите лед уже почти все уже растаял я не знаю как собака оказалась в озере на льду но она уже он перебегает озеро мужик уже одевается вон на углу а вон хозяйка бежит оббегает друзья смотрите она за птицами бегает прям по льду охренеть она уже несколько раз провалилась очень безбашенная вот убежала от хозяйки сарите не подходит офигеть смотрите собаки вообще чуть на хозяйку пофигу она от не убегает что ли опять он провалилась смотрите опять опять он провалилась а вон мужик едет смотрите на велике спасатель он давай 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 дружок спасай сейчас мужику ее спасет смотрите смотрите сейчас он не схватит если она его не укусит ну и опять провалилась были мужик красавчик смотрите разделся уже даже на улице то холодно хватай быстрее ай она убегает опять на середину мы женкой болеем блин друзья чё делать такой ситуация мужику тоже не вариант она тоже на лед пошел друзья молодец хватил смотрите поймал молодец чувак все поймали красавчик мужик даджина смотри блин вот тут вот она бегала по этому льду вот туда вот так вот побежала прикиньте на тот берег выбежала где-то она вот тут вот провалилась под этот лед и туда убежала пойдемте попробуем встретиться с этой женщиной пересечемся и спросим как так получилось наверное за утками побежала как она у вас умудрилась то ничего себе а я со стороны сдалека вот увидел аж блин ну молодец а она прям не боится до несколько раз проваливалась и это заново бежит осенок что ли офигеть вот так друзья красавчик 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 смns any Субтитры сделал DimaTorzok